Актуальное интервью В нее включили создание 29 объектов. Реконструкцию еще двух и капремонт в 118 учреждениях. Подробнее о том, как реализуется программа в Ставропольском крае, мы сегодня говорим с Юрием Литвиновым, заместителем министра здравоохранения Ставропольского края. Юрий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Точные ли цифры я назвал? Давайте вот так начну. Ну, знаете, у меня сразу захотелось поправить в числе объектов, на которых завершены сегодня уже работы по капитальному ремонту. Сегодня таких объектов уже более 30, точнее 34. То есть это те лечебные учреждения, структурные подразделения, в которых ремонтные работы к данной дате завершены. И к сентябрю мы планируем, что их количество увеличится до 56. А в целом, конечно, вы правы, вы верно назвали, 118 объектов будет отремонтировано только в этом году по программе модернизации первичного звена. Ну, видите, вот все-таки из первых уст информация всегда правильнее. Что все-таки из себя представляет в целом программа модернизации первичного звена? Программа модернизации первичного звена, старт разработкам таких программ в регионах дал президент Российской Федерации в своем поручении и планировалось, что модернизация первичного звена в регионах, в том числе и в Ставропольском крае, начнется с июля 2020 года. Но тогда в наши планы внесла изменение пандемии новой коронавирусной инфекции, и старт программы был отложен до 1 января 2021 года. В декабре 2020 года постановлением правительства Ставропольского края была утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения. И, соответственно, с 1 января она взяла свой старт. Рассчитана программа на 5 лет. В целом мы рассчитываем дополнительно получить на работы, связанные по строительству, по капитальному ремонту, по приобретению оборудования, по приобретению автомобильного транспорта. Более 10 миллиардов рублей за эти 5 лет. На ближайшие 3 года, включая 2021 год, объемы финансирования уже утверждены, они составляют порядка 1 миллиарда 900 миллионов. Это средства, выделенные из федерального и из краевого бюджета. Это в год? Да, это в год. То есть из этой суммы порядка 200 миллионов – это средства краевого бюджета. В 2024-2025 году сумма финансирования предполагается более увеличенная. Это более 2,2 миллиарда рублей. И мы, конечно, убеждены, что реализация программы позволит нам изменить облик наших сельских лечебных учреждений прежде всего. Потому что, когда мы говорим о первичном сдвине здравоохранения, мы подразумеваем те учреждения, которые непосредственно работают в нашем селе, непосредственно приближены к нашим пациентам. То есть это фельдшерские пункты, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы, поликлинические подразделения и стационарные подразделения районных больниц, в том числе в городах, с населением до 50 тысяч человек. А скажите, как выбираются объекты? Это сами учреждения подают заявки или министерство как-то решает, кому нужнее может быть? Вы знаете, на самом деле мы провели большую, я считаю, работу при подготовке программы модернизации, потому что она версталась совместно с учреждениями. Мне кажется, по-другому и не может быть, потому что кому, как не руководителю учреждения, районной больницы лучше знать материально-техническое состояние, потребности учреждения, выстраивать, может быть, стратегию развития оказания медицинской помощи с учетом, опять же, тех поручений, которые были даны президентом, тех поручений, которые постоянно озвучивает нам губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович. То есть мы совместно это все верстали. Сначала был проведен большой аудит, то есть понимание того, как представлена сегодня сеть медицинских учреждений, как выстроена логистика доступности пациентов в эти медицинские учреждения, в том числе и с учетом наличия дорог, с учетом того, как... Ну, вот реально, на самом деле, потому что мы, когда начали работать... Комплексный такой подход. То есть мы видели, что, допустим, на карте населенный пункт там рядом, совсем там, допустим, с районной больницей, а фактически ему приходится осуществлять, допустим, там какое-то движение, объезд, да. То есть вот поэтому в том числе вот в программу привязывались, и мы совместно отрабатывали это с другими ведомствами, ведомствами, органами исполнительной власти. В том числе мы прописывали в программе и объемы выполненных ремонтных работ по дорогам, то есть которые будут выполнены с учетом подъездов к нашим лечебным учреждениям, с учетом вновь строящихся объектов. А у нас, вот вы уже говорили эту цифру, в этом году только у нас будет построено новых 29 объектов в рамках программы модернизации первичного звена. Поэтому, конечно, работа министерства и учреждений, она не носила указательный характер, она носила вот этот совместный характер. Мы постоянно работаем с паспортами медицинских учреждений, в которых указываются и количество обслуживаемого прикрепленного населения, и перечень оборудования, которое имеется у учреждения, и транспорт, который сегодня на балансе учреждения, с учетом годов выпуска, с учетом табелей оснащения, если мы говорим об оборудовании. То есть это такой вот многогранный большой процесс, результатом которого должно стать качественное улучшение оснащенности, и, соответственно, как следствие этого, и качество и доступность медицинской помощи. Ну, я, насколько понимаю, отчасти мнение пациентов тоже учитывалось наверняка, вот опять же, учитывая, да, моменты с подъездами, с теми же самыми, то есть такие элементы... Да, вы абсолютно правы, потому что вот это та работа, которую каждый руководитель учреждения сегодня должен проводить, который призывает сегодня наш министр здравоохранения Ставропольского края, Колесникова Владимировича, то есть чтобы наши руководители слышали, конечно, людей, это очень важно, потому что, опять же, вот, ну, несмотря на то, что руководители постоянно у нас работают в сети своей, где-то они какие-то нюансы могут не знать. И здесь работа с общественными организациями, с ветеранскими организациями, то есть она, конечно, нужна и она учитывается. — Понятное дело, что одно дело построить все вот эти объекты, учреждения, другое дело наполнить эти объекты специалистами. Как вопрос обстоит относительно кадров, будет ли какое-то решение, может быть, в рамках, опять же, этой программы? — Да, вы абсолютно правы. На самом деле ни одно самое современное оборудование не заработает без специалиста, специалиста, который умеет им пользоваться. И здесь, конечно, хотелось бы немного вот упомянуть еще и другие проекты, которые у нас параллельно реализуются в рамках национального проекта здравоохранения. Нами с 2019 года реализуется крупный проект по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами, которые в своих показателях, прежде всего, там выведены на первые позиции показатели кадровой комплектованности первичного звена здравоохранения. Механизмов реализации обозначено несколько. Это и вопросы целевого обучения в медицинском университете, в средних профессиональных образовательных учреждениях. Это в том числе и реализация проекта «Земский доктор», «Земский фельдшер». Мы уже в этой студии у вас не раз об этом говорили. И это и мероприятие по привлечению медицинских работников в сельскую местность, в которых участвуют главы муниципалитетов. То есть это большой комплекс мер. Это и заработная плата, то есть расчет ее, и постоянная работа, чтобы она планомерно повышалась у наших специалистов, средних медицинских работников. Конечным итогом мы рассчитываем именно в рамках проекта по укреплению кадрового потенциала и проекцируя его на модернизацию первичного звена, дополнительно привлечь в сельскую местность более 150 врачей и более 110 медицинских работников. То есть это позволит нам достигнуть тех хороших показателей, которые в проекте кадровом обозначены и позволит как раз привлечь специалистов, в том числе и на вновь строящиеся объекты. То есть это все обязательно учитывается. Ну то есть заранее продумывается. Да, да, да. То есть это комплекс мер, которые вот, то есть, ну... У министерства, ну вот я не могу не спросить у заместителя министра, у министерства какие функции вот конкретно в этой программе? Ну, конечно, у нас функционал это видеть, как рачительно относятся наши руководители учреждений к выделенным средствам, то есть оценить эффективность, помочь учреждениям в том, чтобы они максимально эффективно использовали выделенные средства. Мы еженедельно проводим видеоселекторные совещания с нашими руководителями по вопросам реализации программы. У нас фактически раз в две недели проводятся подобные совещания под руководством губернатора или курирующего отрасли, заместителя председателя правительства. То есть здесь вот процесс командной работы, и вот опять же хотелось бы сказать, что министерство ни в коем случае не преследует роль надзирающей инстанции, а наш функционал это помощь и совместная работа с нашими учреждениями по реализации программы. Нами уже в этом году проведена одна генерация внесения изменений в программу, потому что по итогам проводимых конкурентных процедур У нас сформировались определенные средства, высвободились определенные средства, которые мы вновь направляем на какие-то дополнительные виды работ. Нам удалось увеличить число приобретаемого автомобильного транспорта в этом году. Мы вносим изменения в маршрутизацию пациентов, потому что программа модернизации не сводится только к материально-технической базе. Но подразумевает в себе еще и некоторые логистические процессы, то есть перезакрепление учреждений за населенными пунктами так, чтобы это было более доступно для людей. Потому что мы понимаем, что иной раз учреждение может находиться совсем в шаговой доступности от какого-то другого учреждения, которое, словно, скажем, юридически не является структурным подразделением его. Но людям удобнее туда добираться. То есть вот такие моменты тоже просчитываются. Действительно комплексный подход со всех сторон буквально. Если говорить о сегодняшнем дне, вообще насколько доступна качественная медпомощь в сельской местности на сегодняшний день? Вы знаете, я считаю, что ежегодно мы идем по лестнице вверх по формированию качественной помощи, доступной помощи на селе. Я уже упомянул, что реализуется целый ряд проектов, в том числе региональных проектов в рамках национального проекта здравоохранения, которое направлено на различные виды медицинской помощи. Но во всех из них учитывается, в том числе и первичное звено. То есть, соответственно, касается это и сельских населенных пунктов. То есть у нас за прошедшие годы было построено 19 фельдшерских пунктов, причем новых абсолютно, то есть вот там, где их не было. Да, то есть вот мы возродили санитарную авиацию, то есть вот у нас начал летать вертолет для транспортировки пациентов, в том числе из отдаленных населенных пунктов. То есть вот это позволяет ускорить, допустим, транспортировку пациента в высокоспециализированное отделение, где ему смогут оказать более квалифицированную помощь. У нас расширилась сеть региональных сосудистых центров. То есть у нас был открыт в 2020 году в Пятигорске второй региональный сосудистый центр в Ставропольском крае, что также повысило доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. И под это постоянно идет, опять же, вот это перестраивание маршрутизации, в том числе вот из сельских территорий. То есть, допустим, мы если берем, вот говоря про региональный сосудистый центр, в Пятигорске, если раньше, допустим, жителям того же Кировского района нужно было ехать в Ставрополь, да, то есть вот при необходимости в эндоваскулярной хирургии, там сердце, то сегодня эта маршрутизация осуществляется в город Пятигорск. Соответственно, это быстрее, это короче плечо доезда. То есть вот у нас разработана большая стратегия вообще развития скорой медицинской помощи в этом направлении тоже большая работа проводится. Она включает в себя и переоснащение скорой медицинской помощи, и формирование вот этой системы, которая ориентирована на более быстрый доезд до пациента, более высокое качество оказания скорой помощи. И мы вот движемся постепенно вот такими уверенными шагами, я считаю, для того, чтобы повышать качество помощи. Юрий Витальевич, а скажите, вот материально-техническая база тоже ведь важный момент, потому что в сельской местности, ну, есть такой стереотип, да, что самое лучшее в городах. Вот в сельской местности как с новым оборудованием дела обстоят? Ну вот смотрите, мы, вот я говорил о том, что в рамках программы модернизации будет приобретаться в том числе оборудование. За пять лет к приобретению запланировано более 1200 единиц оборудования. В том числе это и высокотехнологичное оборудование. Скажем, для примера у нас в этом году приобретаются компьютерные томографы в Кочубеевскую районную больницу, в Носенковскую районную больницу. То есть это, ну, я считаю, прорыв для доступности вот подобного вида исследования. Вот мы оснащаем транспортом, более 660 автомобилей будет приобретено для того, чтобы осуществлять выезды к людям, осуществлять патронаж пациентов, в том числе на дому. Это за пять лет будет? Да, это за пять лет, да. То есть вот, ну, вот я уже упомянул о том, что нам удалось там сейчас увеличить, внеся изменения и очень вот просчитывая, то есть вот стоимость приобретаемых автомобилей, увеличить количество автомобилей в этом году уже на более чем три десятка автомобилей. То есть, соответственно, вот мы предполагаем, вот тут, как бы, конечно, есть риски роста цен, то есть вот мы же понимаем, да, что вот есть такие тенденции, но тем не менее мы осторожно предполагаем, что нам вот удастся большее количество приобрести, причем как единицы оборудования, так и единицы транспорта. Вот, и вот все это позволяет донести вот более ближе для наших жителей, и в том числе вот жителей сельской местности, вот новые методы исследования, новые методы оказания медицинской помощи, ну и, конечно, вот где-то, используя транспорт, быстрее доставить пациентов в учреждение, в районное ли это учреждение, в краевое учреждение. А вот в этом моменте нет ли такого, что, может быть, здесь больше учитывается мнение пациентов, да, и голос пациентов, что вот необходимо, да, какое-то вот специальное оборудование, какой-то прибор. Как могут пациенты повлиять на то, чтобы он появился? Я понимаю, но здесь вот, наверное, все-таки более правильно говорить о том, что существуют клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи, существуют утвержденные приказами нашего федерального министерства табеля оснащения медицинских организаций в соответствии с уровнем оказания медицинской помощи, и мы четко этим руководствуемся, потому что, опять же, мы должны понимать, что оборудование должно быть эффективно нагружено еще. То есть нельзя, допустим, и не совсем правильно вложить, допустим, там, несколько миллионов рублей в аппарат, который будет использоваться там раз-два раза в неделю, да, то есть, ну, нелогично, и на самом деле это, ну, неправильно, да, то есть вот оборудование должно приобретаться и работать, работать постоянно, работать фактически в максимально широком режиме для того, чтобы вот люди могли пользоваться преимуществами нового, более технологичного оборудования. Поэтому здесь, вот повторюсь еще раз, в приоритете все-таки определение приобретаемого оборудования это вот те нормы, которые сегодня существуют, потому что, ну, мы понимаем, что иной раз жителям хотелось бы, чтобы вот тот же компьютерный томограф у каждого находился рядом с домом, ну, так не бывает, да, так не может быть, то есть вот, да, мы расширяем географию, мы делаем их ближе, но мы не сможем сегодня, вот на данный момент, в каждом небольшом населенном пункте поставить там компьютерный томограф. Есть ли уже на данный момент какой-то четкий план действий на следующий, может быть, 2023 год? Знаете, у нас и на следующий, и на 2023 год уже есть четкий план действий, скажу больше, мы уже сегодня, мы проводим конкурентные процедуры по закупке автомобилей на 2022 год, то есть у нас уже сегодня есть понимание, сколько автомобилей будет поставлено, куда они будут поставлены, и даже обозначена дата поставки, то есть у нас до, если не ошибаюсь, до 1 мая 2022 года уже все автомобили, которые запланированы на 2022 год, должны оказаться в учреждениях и начать свою работу. Я думаю, что губернатор очень жестко требует от нас и, соответственно, от наших руководителей учреждений максимально эффективно, максимально быстро, качественно отрабатывать эти моменты, потому что в этом мы видим в том числе возможность, может быть, где-то получения дополнительных средств, потому что, ну, скажем так, не все регионы сегодня оборачиваются и могут похвастаться, извиняюсь за такое вот слово, да, тем, что удается качественно быстро осваивать денежные средства, а мы с вами начинали эфир с того, что сегодня уже в 34 медицинских организациях завершен капитальный ремонт, то есть край на селекторном совещании, проводимом нашим федеральным министерством, отмечен как один из лидеров по качеству реализации программы модернизации первичного звена. И, конечно, мы рассчитываем вот сейчас, может быть, где-то при перераспределении средств, возможном между регионами, получить еще дополнительные средства в край и направить их на ремонты, на приобретение оборудования. То есть вот как бы вот, ну, такие цели, не скрою, есть. Ну, то есть я правильно понимаю, что, учитывая, что мы в первых в лидерах, да, в общем-то, тем, кто молодец, могут еще немножечко дать денег. Потому что вот, ну, если вы же понимаете, если мы, допустим, осуществим, вот мы говорили о 22-м году поставку автомобиля еще весной, то у нас есть все возможности и говорить о том, что дайте нам еще средства, мы готовы еще приобрести и дополнительно, то есть вот в течение календарного года еще дополнительно использовать средства на приобретение автомобильного транспорта или оборудования, да, то есть вот по оборудованию тоже эти процессы сегодня уже идут. По строительству у нас в следующем году 25 объектов к строительству, на сегодня... 25, это, ну, опять же, разные, да? Это разные, да, это фельдшерские пункты врачебной амбулатории и на поликлинические объекты. Уже сегодня совместно с главами муниципалитетов отработаны вопросы по выделению земельных участков для строительства этих объектов. Идет работа по созданию проектно-сметной документации, то есть чтобы вот процесс этот, он не должен останавливаться, он должен быть постоянным. Дальше мы уже начали работать по 23-му году, проводить такую же работу, то есть чтобы тоже выверить вот места расположения объектов, подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту, потому что, ну, конечно, очень важно качество подготовки документации, чтобы она учитывала максимально вот те объемы работ, которые будут наиболее эффективны для данных структурных подразделений, в которых осуществляются ремонты. — Юрий Витальевич, спасибо большое, что нашли время прийти к нам пообщаться. Будем надеяться, что все планы будут реализованы, намеченные цели. — Спасибо. — И спасибо за то, что уже сделано и делается сейчас в данной минуте. — Спасибо большое. — Спасибо вам. — Что ж, друзья, это была программа «Актуальное интервью». Будьте здоровы, берегите себя, оставайтесь на своем. Увидимся.